Оставить нельзя реформировать. Наши государственные мужи никак не могут поставить в этой фразе знак припинания. И, наконец, реанимировать отечественную медицину. Какой рецепт предлагают в Минздраве? И почему он не нравится народным депутатам? Про главного больного страны, украинскую медицину, Елена Митясова. Пациент скорее жив или скорее мертв. В срочной реанимации нуждается украинское здравоохранение. Вернуть его к жизни должна реформа, где нет бесплатной медицины, привязки койко-месту и статистики. Где врачи не нищенствуют и помощь оказывают в комфортных условиях. Эта реформа должна была произойти у нас 20 лет назад, когда у нас закончился Советский Союз. Эта реформа, которая произошла во всех странах очень давно. У нас только Украина, по-моему, Белоруссия, которые остались в этом, знаете, мезозойском периоде, когда у нас просто деньги уходят в песок. Сюжет об исчезающих бюджетных деньгах в иллюстрациях не нуждается. Вот село Веселое Винницкой области. Фельдшерско-акушерский пункт здесь как с иголочки. Ремонт за госчет во всех кабинетах. Вот только главного фельдшера нет. Приемные дни хоть и прописаны на табличке, но это просто формальность. Вечера у нас сейчас нет, но тут и под меня, и там другая женщина, она наезжает, привозит какие-то таблетки. Никто не хочет тут далеко ездить, автобусные ездят каждый день, а местных нема. Вот и приходится жителям Веселого за любой медпомощью ездить в райцентр. Тогда зачем нужен ФАП в селе? В Минздраве настроены решительно. Оптимизация больниц, создание госпитальных округов, возрасчет за свой счет и деньги, которые ходят за пациентом. Это главные положения медреформы. В парламенте уже и законопроект приняли об автономизации лечебных учреждений, но дальше дело не идет. Чтобы расшевелить депутатов, главному медику Ульяне Супрун накануне и самой пришлось пошевелиться. И пока неподалеку от Верховной Рады медреформаторы ради реформы разминали суставы, в сессионном зале упражнялись в спорах, давать зеленый свет законопроекта Минздрава или нет. Эти четыре закона, которые были внесены сегодня, не позволяют нам полностью раскрыть вопрос о реализации медической реформы. И, очевидно, будут провалены. Зволикание – это злочин. Взагалі, здивовано, что фракции и коалиции не могут договориться с Кабинетом Министров. Проте, как это должно быть? Это замовление фармакологической мафии, которая хочет остановить настоящую реформу украинской медицины. Кто тормозит реформу и почему Минздрав не может найти общий язык с депутатами? Все эти политические интриги мало волнуют Оксану Миккусь. Она спасает своего сына. 11-летний Любомир нуждается в пересадке костного мозга. Мальчик уже прошел шесть блоков химиотерапии, впереди еще один. Но в Ахмадете, где должны сделать операцию, закончились лекарства. Их не поставили международной организацией. И это при том, что программа по детской онкологии в этом году профинансирована на 100%. Из госбюджета выделено порядка 500 миллионов гривен. Я хочу спросить, где эти деньги и почему мы... Где лекарства? Дайте лекарства детям. Сейчас взрыв протоколей идет. Вы знаете, что у нас сейчас сетев уже не будет в Ахмадете для тромбоконцентрата. Они уже закончатся. Чем завтра трансплантацию? Чем от родственного донора, который работает в Украине, вообще остановится? Нехватка лекарств и оборудования, мизерные зарплаты врачей, как следствие острый дефицит кадров. Бесплатная медицина, которая стоит пациентам слишком дорого. То, что отечественное здравоохранение тяжело больно, признают все. Но в парламенте снова все закончилось обещаниями. Для министерских законов нашлись альтернативные. Политики решили их объединить и доработать. Дедлайн три недели. Но если чиновники и депутаты не успеют, отсрочка медреформы неизбежна, говорят эксперты. Ее внедрение напрямую зависит от бюджета на 2018 год. И если проект главной сметы до середины сентября сформируют с прежними показателями, прорыв в медицине откладывается еще как минимум на год. Елена Митязова, Анна Каменева, Владимир Дедов. Подробности недели, телеканал Интер.